Бременские музыканты У одного человека был осёл, который много лет покорно возил на мельницу мешки с мукой. Но к старости осёл ослаб и стал негоден для работы. Тогда хозяин задумал уморить его голодом. Но осёл догадался, к чему дело идёт, убежал и направился в город Бремен. Он решил наняться там в музыканты. Пройдя немного, осёл увидел охотничью собаку. Она лежала на дороге и дышала так тяжело, как будто набегалась до изнеможения. «Чего ты так пыхтишь, полкан?» – спросил осёл. «Ах!» – отвечала собака. «Я стара, и с каждым днём становлюсь всё слабее и уже не гожусь для охоты. Поэтому мой хозяин хотел убить меня. Я убежала, куда глаза глядят. А чем же я теперь буду зарабатывать себе на хлеб?» «Знаешь что?» – сказал осёл. «Я иду в Бремен и наймусь там музыканты. Иди со мной и тоже займись музыкой. Я буду играть на лютне, а ты станешь бить в барабан». Собака согласилась, и они пошли дальше. Вскоре они увидели на дороге кошку. Она сидела на дороге, такая скучная, как три дня дождливой погоды. «Что с тобой приключилось, старая усомойка?» – спросил осёл. «Кто же станет радоваться, если его схватят за глотку?» Мои зубы иступились, и теперь я охотнее лежу за печкой и мурлычу, чем гоняюсь за мышами. Поэтому моя хозяйка задумала утопить меня. Конечно, я убежала, но кто мне теперь посоветует, куда идти? «Идём с нами в Бремен. Ты знаешь толк в музыке и сможешь наняться там музыканты». Кошке это понравилось, и они пошли вместе. Потом наши беглецы проходили мимо какого-то двора. На воротах сидел петух и орал изо всех сил. «Чего ты так дерёшь глотку?» – спросил осёл. «Что с тобой?» «Это я предсказываю на завтра хорошую погоду», – ответил петух. «Ведь завтра праздник. Но так как по этому случаю к нам приедут гости, моя хозяйка без всякого милосердия велела кухарке сварить из меня суп. Мне сегодня вечером должны отрубить голову. Вот я и кричу во всё горло. Пока ещё могу». «Ну что ты, красноголовый?» – сказал осёл. «Идём лучше с нами. Мы направляемся в Бремен. Что-нибудь получше смерти ты всюду найдёшь. У тебя хороший голос, и если мы запоём хором, получится великолепно». Петуху понравилось это предложение, и они отправились дальше вчетвером. Но они не могли в один день добраться до Бремена, и к вечеру пришли в лес, где решили переночевать. Осёл и собака уселись под большим деревом. Кошка устроилась на ветвях, а петух взлетел на самую верхушку дерева, где ему казалось безопасней всего. Прежде чем заснуть, петух поглядел на все четыре стороны, и вдруг ему показалось, что он видит вдали огонёк. Он крикнул своим товарищам, что близко должен быть дом, потому что виден свет. «Тогда мы должны отправиться туда. Этот ночлег мне не нравится», – сказал осёл. И собака заметила, что несколько косточек с остатками мяса очень бы ей пригодились. Итак, они отправились в ту сторону, где мерцал огонёк. Свет становился всё сильнее и сильнее, и, наконец, они пришли к ярко освещенному дому разбойников. Осёл, как самый высокий, приблизился к окну и заглянул внутрь. «Что ты видишь, серый?» – спросил петух. «Что я вижу?» – ответил осёл. «Накрытый стол с хорошей едой и питьём, а разбойники сидят вокруг и веселятся. Это было бы не дурно и для нас», – сказал петух. «Да-да, ах, если бы мы были там!» – вздохнул осёл. Тогда они стали советоваться, как бы им выгнать разбойников. И, наконец, придумали. Осёл встал передними ногами на окно, собака вскочила на спину кослу, кошка взобралась на собаку, а петух взлетел на голову кошке. Когда это было сделано, они разом начали свою музыку. Осёл заревел, собака залаяла, кошка замяукала, петух запел. Потом они бросились через окно в комнату, так что стёкла зазвенели. Разбойники с ужасными воплями вскочили с мест. Они подумали, что к ним явилось привидение, и в великом страхе убежали в лес. Тогда четверо друзей уселись за стол и стали с удовольствием доедать всё, что осталось. Они ели так, как будто им надо было наесться на четыре недели. Покончив с едой, дальше музыканты погасили свет и стали подыскивать себе место для отдыха. Каждый по своему вкусу и привычкам. Осёл улёгся во дворе на куче мусора, собака за дверью, кошка на очаге в тёплом месте, а петух уселся на насесте. А так как они устали очень после долгой дороги, то сейчас же уснули. Когда миновала полночь, и разбойники уже издали заметили, что в доме не горит свет, и всё как будто спокойно, атаман сказал, «Мы не должны были всё же позволить так запугать нас». И он велел одному из разбойников пойти и осмотреть дом. Посланный, убедившись, что всё спокойно, зашёл в кухню, чтоб зажечь огонь. А так как он принял сверкающие глаза кошки, затлеющие угли, то сунул туда спичку, чтобы добыть огоньку. Но кошка не любила шутить. Она накинулась на разбойника и вцепилась ему в лицо. Он ужасно испугался, бросился бежать и хотел было выскочить во двор. Но собака, которая лежала за дверью, вскочила и укусила его за ногу. Когда он мчался через двор мимо мусорной кучи, осёл крепко лягнул его задней ногой. А петух, которого разбудил шум, бодро закричал с насеста «Ку-ка-ре-ку!» Разбойник пустился бежать изо всех сил к своему атаману и сказал ему «А, там во доме ужасная ведьма!» Она зашипела на меня и сцарапала мне лицо своими длинными когтями. За дверью стоял человек с ножом. Он ранил меня в ногу. Во дворе лежало чёрное чудовище, которое набросилось на меня с дубиной. А наверху на крыше сидит судья. Он как закричит «Подавайте мне сюда этого мошенника!» Тут уж я пустился бежать. С тех пор разбойники больше не решались подходить к дому. А четверым бременским музыкантам так понравилось в доме разбойников, что они остались там жить.